Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На круги своя. Водители едут на автобусах, все машут радостно, улыбаются и все счастливы. На три городских транспортных маршрута вернулась компания Агаз Транс. Атмосфера праздничная и душевная. Ну и просто это кайф для души. 80 тонн напитков и 25 тысяч гостей. Это все фестиваль Алтайфест. Ни секунды на отдых. Раньше я бегал только на лыжах, а сейчас плаваю, бегаю и на велосипеде еще круче. В Барнауле прошли старты для самых выносливых. Очередные перемены в сфере пассажироперевозок Барнаула на три городских маршрута. 33, 77 и 121 с сегодняшнего дня вновь зашла компания Агаз Транс. В пятницу 28 июня в Дорожный комитет мэрии пришло письмо от Южно-Сибирского межрегионального управления Госавтонадзора. В нем говорилось, что Транслайну отказано в предоставлении лицензии на перевозку пассажиров. Уже в субботу комитет провел конкурс, в котором участвовал Агаз Транс и лишенные лицензии Транслайн. Об итогах известно немного. С небольшим отрывом победил Агаз. Напомню, что фирма обслуживала эти три маршрута 10 лет. Добавлю, что борьба за маршруты номер 33, 77 и 121 идет с осени прошлого года. Тем не менее, победа в конкурсе может быть временной, уверены в Агаз Трансе. И скоро у них могут опять забрать маршруты. Подробнее об этом расскажем в нашем вечернем выпуске. К слову, с 1 июля в России многое изменится. К примеру, начнут расти цены на топливо и повысится стоимость природного газа. Молочные и молокосодержащие продукты больше не будут стоять на одной полке. С 1 июля во всех алтайских и российских магазинах будут четко разграничивать товары с заменителями молочного жира. Постановление правительства приняли еще в конце января. Например, раньше стоящее рядом сгущенное молоко и молокосодержащая сгущенка могли ввести в заблуждение покупателя. Новые правила продажи помогут визуально отличить натуральные молочные продукты. На таких полках появится надпись «Продукты без заменителей молочного жира». Не только молоко можно было попробовать на крупном фестивале «Алтайфест». 80 тонн напитков, 25 тысяч посетителей – это все о нем. Фестиваль в Алтайском крае пользуется большой популярностью не только у жителей нашего региона, но и у гостей. Москва, Мурманск, Камчатка. На «Алтайфест» едут гости со всей страны. Как в этом году прошел фестиваль, расскажет Дарья Эйдемиллер. Сегодня в окрестностях села Новотырышкино «Алтайфест». Это известный фестиваль напитков. И здесь, пожалуй, так много людей, что в соседнем Белокурихе, наверное, просто пустые улицы. Давайте посмотрим, что здесь есть. Музыка! Поехали! Конкурсы для детей и взрослых. А наши болельщики поддерживают. Душевная атмосфера. Ну, хотела бы сказать, что вернулись, потому что требовали массы. Ведь не просто так этот фестиваль был национальным событием российского масштаба в 2017 году. Не просто так в этом году этот фестиваль, по мнению, по исследованиям «Торстар», он занимает пятое место по популярности среди туристов, которые бронируют места заранее. На фестивале для гостей открыты три больших павильона. В каждом из них заводы производители развлекают гостей по-своему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раз на Алтайфесте? Первый раз, да, сегодня, да. И как впечатление? Вообще космос. Я в шоке. Почему? Да классно же. Гренки, люди, очень много людей. Мама, я в телевизоре. Это как-то повышает такую активность людей. Здесь много встречается каких-то талантов, ну и просто это кайф для души. В общем, развлечения здесь на любой вкус, ровно так же, как и напитков. Организаторы говорят, что только за первый час пришло 3000 человек и 16 собак. До конца фестиваля еще несколько часов, и число гостей не ограничивается. Дарья Демиллер, Андрей Печеркин. День с толком. А кто-то провел выходные с пользой для здоровья, хотя этот спорт для самых выносливых. В крае набирает популярность кросс-триатлон. Дисциплина включает в себя абсолютно три разных направления. Плавание, заезд на велосипедах и бег. Все три идут друг за другом, ни секунды на отдых. До финиша в итоге доходят действительно самые физически подготовленные. Кирилл Политов следил за первыми летними стартами. Внимание! Парш! Ура! Заплыв на пару сотен метров, только начало длинной дистанции. Для группы отстающих еще не все потеряно. Нагнать лидеров можно попробовать в оставшихся двух этапах. В беге и гонке на велосипедах. Это в бассейне. Во время тренировок нет волн, да и сам градус воды располагает к комфортному плаванию. Здесь же, на открытом водоеме в Сорочем лагу, что-то пошло не так. То буй в виде жирафа уплыл вдаль, то зеленая тина мешала движению. Раньше я бегал только на лыжах, а сейчас плаваю, бегаю и на велосипеде еще кручу. Самый легкий был велосипед. Самый плотный? Оба. Оба других. После вводного финиша добро пожаловать в тазик все с той же водой. Это нужно, чтобы смыть грязь. Некоторые не стали тратить драгоценные секунды. Можно и так. Быстрое переодевание и старт уже на двухколесной технике. Трасса проложена по пересеченной местности. Есть обозначения. По пути подъемы, спуски, узкие тропы. Правда, это все осталось вне кадра и глаз болельщиков. Сбешиваемся здесь. Алтайская федерация триатлона молодая. Не так давно этой весной любители нашли поддержку в Министерстве спорта региона, зарегистрировали. Это, как ее сами назвали участники, открытая тренировка стала первой под эгидой новой организации. Говорят, теперь все только начинается. В большей степени нам нужны взаимодействия со спасателями, с милицией, с полицией, с врачами. То есть, чтобы у нас на соревнованиях была организована грамотная безопасность и не было конфликта с местным населением и так далее. Для многих кросс-триатлон словно испытание себя на прочности. Для семьи Кузнецовых еще и повод посоревноваться друг с другом. Кто-то силен в плавании, кто-то больше любит крутить педали, а кто-то бег. Первый старт у нас, первый раз вообще в истории мы попробовали этот вид. Но, думаю, сделаем постоянным, очень интересно, впечатлений очень много. Может, какой-то особенный этап тебе запомнился? Ну, велика, плавание больше. Сами спортсмены, особенно те, кто не добрался до финиша, сразу же после закрытия пообещали, что будут теперь усиленно тренироваться. Ведь в планах у организаторов проведение уже официального турнира. Молодец! Кажется! Кирилл Политов, Александр Антропов. День с толком. Впереди еще немного полезной информации. Алтайским производителям гири фордов предлагают выгодное сотрудничество. Челябинский племзавод, лучший в России, планирует зайти на рынок края. Об этом стало известно на дне поля, где говорили о развитии этой мясной породы на Алтае. За 17 лет Калининская агрофирма вывела генофонд, который Национальная ассоциация заводчиков называет уникальным. Эти гири форды родом с Канады, но в Челябинске им комфортно. Климат схож, как и на Алтае. Климатические условия абсолютно одинаковые с нами. Может быть только что вопрос по разнотравию намного богаче. А что не мешает, а наоборот только даст возможность еще укреплять позиции произведения гири фордов. А это и качество мяса, которое мы получаем в конечном итоге. Все это позволит здесь создать именно тот интерес, ту базу, которая послужит бизнес-проектом для многих хозяйств, которые заинтересуются в этом плане. За несколько лет усилиями отечественных селекционеров компактный гири форд с канадскими корнями преобразовался в укрупненный тип с высоким вытянутым туловищем. Еще одна черта животных, выведенных на племзаводе – генетическая комолость. Кроме того, мясо этих гири фордов, в отличие от других мясных пород КРС, обладает высокой плотностью. Оно отвечает мировым стандартам качества и мраморности. Кстати, выход мяса – 60% от туши животного. Совершенствовать породу и дальше племзавод планирует совместно с алтайскими животноводами.